Продвижение бренда сделано в Кыргызстане. Как помочь отечественным производителям выходить на российский рынок? На что обращать внимание? Об этом и не только говорили участники Экспо-2021. Кыргызстан и Россия вместе к успеху. На мероприятие съехались представители кыргызской диаспоры со всех уголков России. У нас есть большая надежда, что мы можем кыргызские продукты выводить на ярмарки, выставки, ярмарки выходного дня на территории Москвы, Московской области. Когда я впервые приехал в Кыргызскую республику, я увидел огромный потенциал, который можно реализовывать по-честному, не то что какие-то красивые слова. Очень много товаров, которые, на мой взгляд, были бы здесь в России востребованы. Поэтому давайте мы сделаем так, чтобы мы не просто здесь все собрались, посидели, поговорили, потом поели и разошлись, а чтобы потом шла работа. С июля прошлого года Россия внедрила национальную систему маркировки продукции «Честный знак». С начала этого года обязательной маркировке подлежит продукция легкопромышленности. Как известно, львиную долю кыргызского экспорта в Россию составляет продукция швейной отрасли. У предпринимателей по этому поводу накопилось масса вопросов. В Екатеринбурге большой есть рынок, таганский ряд, и там более 60% работают и трудятся наши соотечественники, предприниматели. Они все обеспокоены тем, что с одной стороны пандемия, с другой стороны сейчас с этой маркировкой очень много непонятных вопросов. Что такое маркировка? Маркировка – это означает, что весь путь товара в товаропроводящей цепи будет известен. Это означает, что на производстве эту маркировку на товар нанесли, передали в оптовое звено, причем передали не просто физически, как раньше товар передавался, а передали еще в системе права на использование данного кода. Оптовое звено также, когда к ним приходят розничные магазины, также передает в цифровой системе, в системе «Честный знак», право на использование или право на владение не только товаром, но и кодом. И данный код выбывает из оборота только тогда, когда товар был пробит на онлайн-кассе. В свою очередь, Минэкономики Республики рекомендует отечественным экспортерам товаров в текстильной отрасли заблаговременно проработать вопрос с контрагентами по получению кодов маркировки для товаров в целях дальнейшего их экспорта в Россию. В августе 2020 года, в соответствии с решением правительства, зал «Альфа-Телеком» определен оператором национальной системы маркировки и прослеживания товаров. Обращается предприниматель в «Альфа-Телеком». «Альфа-Телеком» говорит, что необходимо сгенерировать определенное количество кодов. «Альфа-Телеком» обращается, посредством уже своих каналов и своих механизмов обращается к компании ЦРПТ. ЦРПТ генерирует эти коды и отправляет в обратную. На данный момент еще модуль по заказу кодов на товары легкой промышленности еще пока не развернут. Честный знак – это специальный цифровой код, который гарантирует подлинность и качество товара. С начала 2018 года на российском рынке выявлено свыше 6 миллионов единиц контрафактной продукции. Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре, название предприятия, изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул и даже номер стандарта. За игнорирование необходимости маркировки производителю грозит административная ответственность, а в некоторых случаях даже уголовная.